Дорогие друзья, я только что задумался и понял одну очень важную вещь. Знаете, чем отличается обычный водитель от настоящего профессионального гонщика? Дело в том, что обычный водитель дёргает ручник только тогда, когда куда-нибудь припарковывается, в то время как настоящий профессионал любит его дёрнуть в любой удобный случай. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и мы продолжаем проходить сложнейшие сценарии, хотел сказать. Если бы это были сценарии, настоящие лицензии, друзья, школа вождения в Гран-Туризм 7. Всем приятного аппетита, всем приятнейшего просмотра, сегодня будет вновь жарко, потому что мы проходим национальный А-мастер лицензии, прошли уже 4. В конце предыдущей серии пришлось мне немножечко попускать слюньки, но всё, мечта пусть остаётся мечтой. Быть может, когда-то что-то может быть, может быть, не знаю, друзья. А у нас тем временем фокус РС. Ну, тут как бы не сказать, что, да, у меня какая-то прям вот какой-то вот... Так, оооооооой, ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, заснеженная трасса. Ребят, хотел поделиться с вами своим восхищением и мыслями по поводу нашего прогресса. Вот если бы мне сказали в старших классах школы, что можно обучиться профессии онлайн. Нет, вы только представьте, стать экспертом, не выходя из дома. Не выходя из дома, собрать портфолио, устроиться на работу и зарабатывать деньги. Тогда, на тот момент, ещё 17-летний Булкин был бы в шоке. Да я признаюсь вам честно, я и сейчас в шоке и очень рад за наше поколение, что у нас есть такая возможность. Contented – это крупнейшая школа дизайнов, в которой обучается более 20 тысяч студентов. Более чем 10 направлениях дизайна. А самое крутое, что в этой школе обучают профессии 3D-художника, которая, во-первых, сейчас является очень востребованной, а во-вторых, очень креативной и интересной. 3D-художник создаёт трёхмерную графику для игр, сайтов, мобильных приложений, кино, рекламных роликов и даже для креативных YouTube-роликов. Ну и сами понимаете, что такие специалисты высоко ценятся и оплачиваются. Средняя зарплата специалиста с опытом 2-3 года – 180 тысяч рублей. А новичок может зарабатывать около 50 тысяч на создании 3D-модели какого-нибудь кара для игры, что, согласитесь, тоже неплохо. Все знают, что залог хорошего результата – это качественное образование. В школе дизайна контента студенты создают сильные портфолио, ориентированные на практику, где 80% обучения – это практика. А карьерный центр помогает с трудоустройством. При этом вы за 18 месяцев обучения осваиваете самые популярные инструменты дизайна, обучаясь по часу в день, что сравнимо с просмотром фильма или вечерней игрой. Ну и как же без приятных новогодних подарков? Сейчас в контенте проходит акция, где можно получить в подарок курс английского для дизайнеров и модуль по нейросетям. А по моему промокоду Булкин вы еще и получите скидки до 60%. Переходите по ссылке в описании или сканируйте вот этот QR-код. Там вы найдете всю необходимую информацию. Э, а, опять это за сне... Ну, короче, ладно, иностросы. Давай ты вот без лишних разговоров просто посмотришь, как я проеду, а потом уже мы решим, нужно ли было вообще мне это вообще эти вводные данные или без них я могу справиться. Так, все у нас, значит, все выключено и мы приступаем. Фокус РС, слушай, ну вот смотри, как вся... Не, вот тут интересно. Вот тут он прям себя уверенно чувствует. Слушай, какая красота, ты смотри. Я сейчас, кстати, опять же, истории жизни у меня начнутся. Но, друзья... Ну да, практически, практически по траектории, практически без потери времени. Как ярко, да, смотри-ка, аж ослепляющая какая картинка. Не так плохо. На грани с серебром, учитывая, что я вообще не попал никуда, куда мне нужно было попасть. История жизни. Как-то, когда я был молод, свеж, и все так же, конечно же, любил машины, как и всю свою жизнь, мечтал участвовать в различных ралли-спринтах, и уже даже, скажу больше, уже на тот момент... ...в некоторых из них участвовал. Вот как-то тогда такая замечательная игрушка, как Гран-Туризма, помогла мне освоить как раз-таки езду. Ну, я считаю, что это халява. Подожди, можно я просто, с вашего позволения, проеду 16800? Это реально. А как раз пока-то расскажу историю. На тот момент у меня был руль Logitech G25. Самый топовый руль, мне кажется, даже на сегодняшний день. Хоть и устаревший. И на тот момент, благодаря... Не-не-не, ладно-ладно-ладно, это плохо, это плохо. Сейчас-сейчас-сейчас, я просто подберу нужную траекторию. На тот момент, приобретя PlayStation 3 и Гран-Туризма 4, 5, я не помню, к сожалению. Какой-то, наверное, год 2010-й был. Вот какой тогда Гран-Туризма был. Слушай, а не так, подожди, не, может я замахнулся насчет этого самого? Может я замах... Подожди, а не так плохо-то я прошел. Выгляди какой... Не-не-не, подожди, это че я... Я сейчас... Прикинь, это тот самый случай, когда в голове у тебя есть мысль, что это можно пройти иначе, а по факту оказывается, что не так уж и плохо. Да ладно! Прикинь... Ребят, я сейчас даже... Мне будет не стыдно признать свою ошибку, но я был уверен, что... Я это сделал просто как-то на удачу, а я реально... Смотри-ка, то есть у меня мозг что-то помнит. Короче, Гран-Туризм мне тогда научил в свое время обращаться с автомобилями. Не-не-не, я вообще все грамотно сделал. И немножко проскользил, и дальше ушел. Вообще классно я все сделал. А че под... Прикинь, у меня были сейчас сомнения, что я не прав. То есть эта игра сейчас доказала мне, что моя какая-то интуитивная штука в голове, по поводу траектории прохождения его, да, в данном случае, вот такого вот... Ну, это, мне кажется, не очень. Ну, нет, лучше, ладно, согласен. Можно лучше, согласен. Но не 16800, наверное, да, просто сейчас закрепим. Короче, на тот момент меня Гран-Туризма научила, как правильно должен себе автомобиль вести на гравии и на снегу. И это я запомнил на всю жизнь, потому что... Я пытаюсь просто избежать скольжения и посмотреть, что будет тогда. Но меня вещь выносит, я все равно по траектории не угадываю. Ладно, слушай, ну, оказывается, в голове у меня... Я на интуиции проехал. Я даже не успел проанализировать поворот. То есть он уже сейчас был... Как обычно мы проходим лицензии. Я начинаю. Конечно, ну, там, не с первого раза какие-то ошибки. Потом анализирую, да, мы вместе что-то понимаем, я прохожу. А здесь получается, что я в голове интуитивно понимаю, как это сделать. И, в принципе, сразу сделал. А потом начал сам с собой спорить, что, типа, я как-то на везении прошел. А на самом-то деле все правильно я понял. Такое тоже бывает, друзья. Переходим к следующему сценарию. В общем, я обожал всегда проходить... Ну, вообще, катать Гран-Туризма именно на снегу. Потому что не в каждой, ну, особенно игре, там, на 2010 год можно было поиграть в симулятор, где есть еще и снежное покрытие, чтобы понимать, как себя автомобиль вообще ведет. Особенно полноприводный. У меня никогда не было большого опыта, к сожалению, в тот момент с полноприводными автомобилями. Больше всего передний привод я ездил, да, там, в ралли-спринтах на восьмерке. Е30 у меня была, BMW, задний привод я примерно понимал. Но, опять же, многому научился за счет Гран-Туризма. А полный привод для меня, ну, то есть я понимал принцип, но на практике я как бы нигде не чувствовал. И вот Гран-Туризма в свое время открыл мне глаза и научил многому. На самом деле я об этом кучу раз говорю. То есть мы сейчас тут хихоньки-хахоньки, там, да, кто-то, может быть, всерьез не воспринимает. Нифига подобного. Гран-Туризма может реально научить, как и любой другой автосимулятор. Если у вас есть руль, если вы хорошо едете, дрифтите, просто там, кольцо едете хорошо, вот, ну, как бы, в автосимуляторах, в жизни вам будет еще проще. Потому что в жизни вы чувствуете перегрузки, вы понимаете, автомобиль еще лучше. Поэтому у тех, кто хорошо ездит в автосимах, у них есть будущее, если вы хотите заниматься автоспортом, это 100%. Необычный автомобиль, 3,3 литра, вроде как бизнес-седан, но придется сейчас... А я не знаю, трасса, подожди, давай я на Сэйви поеду. Так, ну тут можно, тут можно порисковать. Ага, здесь можно порисковать. Блё. Он прям, он вообще в балке такой. Он вообще, он думает, ой-ой-ой-ой, нифига тут какие. И вот это заданец, смотри, еще и нельзя выезжать сюда. Во-первых, пейзаж сам по себе какой классный. Во-вторых, блин, траектория на, ну, бизнес-седане. Можно без привлечения называть эту тачку именно так. Я, конечно, не знаю пока трассы, давайте еще раз попробуем привыкнуть. Значит, здесь на четвертой, в принципе, мы... Здесь даже, я вижу, не попаду. Вообще, после, блядь, вы, конечно, простите, ну, то есть, ну, как бы, после спорткаров, когда ты садишься на каких-то нормальных машин на валке седан, которые просто вот так вот... Ща, подождите. Как же все-таки Гран-Туризм реально транслирует физику той или иной машины? Насколько же все-таки... Я пока на сей... Давай еще раз на сейве проеду. Очень странное ощущение. Она вроде и стоит на дороге, но в то же время ты, типа, не доверяешь этой машине, потому что тормоза говнища редкостная. Редкостное говно, а не тормоза. Серебро с натяжкой. В принципе, что я могу сказать? Нам нужно, во-первых, понять, в голове у меня не укладывается. То есть я сейчас тем более понял, какой он валкий. У меня в голове не укладывается, что он может... А что у нас с напасом хода? Почему он такой уменьшается? Ты видишь? Сто семьи, сто шестьдесят, сто пятьдесят. Что происходит? Что происходит? А, вон, он подстроился под... Ух ты, блядь, какой он вообще неадекватный. Зачем на этой машине вообще ехать так? Я не понимаю. Так, ладно. Вот это забавно, что у нас запас хода подстраивается под наш... То есть, знаете, это реально машину эксплуатировал там какой-нибудь дядечка лет сорока пяти, и тут у него отжали, сказали, дайте себе, пожалуйста, надо кое-что сделать, и вот мы как бы тут... А, нифига, они на полном газу. Блядь, это вообще будет хитро выебаный этот... Подожди, я вообще сейчас не понимаю, что это меня требует. Ну, в смысле, я понимаю, но я не понимаю, почему я не могу... Так, всё. В моменте. У нас просто... Условно, BMW пятёрка. Нихуя немка. И нам нужно просто это сделать, потому что... Так, допустим. На пятую смысла никакого нет. Бля, как он начинает болтать, это полный пиздец. Я не знаю, ощущается это или нет до конца. Ну, такое, блядь. Это не золото. Ну, кстати, почти золото. Это почти золото. Ну, в целом, я сделал всё не так плохо. Но, как бы, да, действительно, я так же могу со стороны оценить, что это, как бы, не золото, но неплохо, скажем так. Короче, серебро. Слушай, это... Вот я ещё раз повторюсь, за что мне нравится безумно Гран-Туризма. Это вот за то, что как они... Траектория ужасная. А-а. Не-не-не-не-не-не. Там лучше выход. Я там попал прямо. Я там хорошо попал. Здесь я нихуя не попал. Размашисто, видишь? Чуть-чуть ты вылетаешь на четвёртый. То есть ты идёшь... Сколько там скорость? На 180? Подожди. И ты, как бы, уже... Ну да, да, 180. На таких скоростях, на такой машине, конечно, ты... Должен попасть сюда. Вот это более-менее уже. Начать тормозить. Ты второй сбросил. Траектория не очень могла быть лучше. И здесь уже где-то мы выходим на фулл газе. Ну, наверное, кстати... Может быть, даже золото. Нет, нихуя. Я медленно проехал. Вот это, знаете... Очень интересно. Я говорю, что они дают попробовать разные условия. Разное покрытие. Разные трассы. Разные машины. Именно за счёт этого... Блядь, почему сценарий, нахуй? Лицензии... Не попал, не попал. Надо было без... Не докручивать уже. Ну ладно, нормально, нормально в целом. Сейчас главное... Блядь, я тебе говорю! Это пиздец! Да вот всё! Нахуй я, блядь, купаться! Это всё. Я бы сейчас умер. Я бы сейчас реально всё. Я бы улетел со скалы. Всё. То есть меня снесло, да. Либо мне надо было уже как бы условно делать так, чтобы меня перекрутило до конца. Либо, извините меня. Но эта машина вообще не подготовлена. Ну это надо быть психом, чтобы вот на такой машине. Это, кстати, знаете, для кого сделаны такие сценарии? Это для тех людей, которые думают, что они купят... Ну, ладно, хорошо. Эта машина ещё лучше там по всему, чем тот же какой-нибудь Volkswagen Polo, да, или ещё что-то подобное. Вот это чтобы люди не думали, что они могут купить Polo. Да, он там поедет 170, 180 поедет. Но это не значит, что он будет так же, блядь, как в гоночках, которые... В которые ты играешь, что он будет так же вруливаться. Вот тебе, пожалуйста, доказательство. Genesis G70, который вообще впервые в жизни увидел трек. Неплохой в целом автомобиль, но, блядь, не для таких задач. И вот что с ним происходит, если ты будешь его эксплуатировать в таких условиях. Он как бы вроде может, но тебе надо самому как бы стараться из него что-то выжимать. Это примерно то же самое, мне чуть не хватает. Сейчас давай, давай попробуем. Основная сложность этого задания в том, что машина неподходящая. У нас очень опасный поворот, который может быть кажется не таким опасным. Для такой машины он опасный. У нас нет какой-то... Не-не, попал, не попал, не попал, не попал, не попал. Я хочу, знаете, я типа, ну, занырнуть туда сразу. Вот пока, если этот момент предугадаю, я очень неплохо впишусь в этот поворот, и дальше будет проще. Дальше мне опять же все зависит тоже на торможение. Нужно выходить по нормальной траектории. У меня пока этого не получилось ни разу толком. То есть вот я... Вот занырнуть должен. Не занырнул, не занырнул. Вообще ни разу не занырнул. А уже газ не отпустишь, потому что иначе ты потеряешь время, и тебе 100% получится у тебя хуже. Как они вообще это придумали? У меня вопрос. Как они эти все сценарии, блядь, продумывали? Что они настолько классные все, каждый по-своему. Блин, офигенно. Я тебе говорю, это в том числе сделано для того, чтобы люди не думали, что любой автомобиль, который просто может разогнаться до 170, что, ну, все. Типа скорость решает. Вообще нифига подобного. Сейчас бы ехал, и бы я на какой-нибудь, я не знаю. Блядь, ну, на чем? Я даже не знаю, чем сравнить. Не, я что-то хуйню какую-то творю, ребят. Извините, я немножко запизделся с рассуждениями. Давайте. Все, я вникаю, сейчас попробую с первого раза. Давай. Так, в целом для меня все понятно. Тут просто вопрос реально в скиле, чтобы справиться с этой тачкой. Вот, 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 это вот уже более-менее хорошо. Не балу, у меня, наверное, вообще жесткая, да, сейчас было? Да не, мне кажется, нихуя почему-то все равно не золото. Я не дожимаю. Прикинь, я еду стабильно, то есть вот все мои проезды сейчас из последних до конца, это 27,6. А мне нужно как раз-таки из этих 27,6 выйти. И у меня не получается, я не скрываю этого. То есть я примерно понимаю, что мне нужно, но здесь не такая история, что ты типа едешь и понимаешь, что у тебя там полсекунды еще в запасе. Нифига подобного. Вот сейчас не так размашисто, неплохо. А если сейчас с торможением угадаю... Не угадал. Прикинь? Потому что в голове как бы у меня все равно, что я еду, блядь, на чем-то более адекватном, чем этот генезис. Вот, пожалуйста, проебанное торможение, уже полтора корпуса я сам себе привожу. Так, ладно, друзья, я читал ваши комментарии, вы в принципе за то, чтобы я... На самом деле сложно, там 50 на 50. Кто-то писал, что показывай все, все рассуждения, кто-то писал, что давай, Ксанек, ты будешь обрезать, потому что если ты проходишь долго сценарий и на нем как-то задерживаешься, это тоже нехорошо. Давайте, я думаю, что мы какой-то условно лимит... Грязно, во-первых, во-вторых, как бы хуже в любом случае, чем 27, 27, ну тут было понятно, я просто ради интереса доехал. Давайте мы какой-то лимит сделаем, а-ля там 10 минут максимум. Просто тут вопрос в том, что я сейчас реально все понимаю, я не могу просто добиться идеала, да, то есть у меня идеально ни разу не получилось, за счет этого, как бы, я и вижу, что по времени у меня тоже все не очень хорошо. Это пиздец! Это жесть! Как его болтать-то начинает? Вопрос-то тут, как бы, засейвить, не засейвить, совершенно в другом. Если бы мы уехали в гонку, я бы без проблем засейвил, но мы едем не совсем гонку, мы едем на время, и нам нужно, как бы, не терять эти доли секунды, иначе смысл во всем этом... Бля, вот хочется прям на тоненького сыграть в этом повороте, на тоненького, пока, я говорю, ни разу этого не получилось. Более-менее нормально, но все очень размашисто. Офигенный сценарий. Да, бля, почему сценарий? Ну ладно, пофиг. По сути, так и есть сценарий, только тут надо показывать. Уже близко, близко к истине, близко к истине, неплохо. Вот тебе песочек словил, и дальше позднее торможение, и я уже выбываю из тайминга. Ну давайте пару раз пробую, если уже совсем плохо, ухожу на паузу и, да, добиваю. Потому что здесь реально я столкнулся со сложностями, я не, там, не отговариваюсь, что там... Что-то, что-то типа я реально не могу это пройти. Я думаю, что вы это и так прекрасно видите. Вот это прям неплохо, на самом деле. Вот это прям было сейчас неплохо. А зачем я так рано начал тормозить? Зачем я так рано начал тормозить? Ебать, а чё я зассал-то? Зачем я зассал? А зачем я зассал? Да. Вот тебе, пожалуйста. Вот тебе, пожалуйста, то, о чём я тебе говорил. Вот тебе и Genesis, Genesis, блядь, G70. Причём поначалу я вообще офигевал, что как бы для него это прям сложно, а тут ты как бы приноровился и понимаешь, что да, ему сложно, но в целом это всё возможно. Как же ужасно. Не знаю, мне кажется, нет. Да? Причём в моменте тебе тоже показалось, что я запозднился с торможением. А на самом-то деле здесь поворот такой, в который ты заходишь-то и получается всё очень даже хорошо. Блин, ну красота. Просто я реально хочу похлопать. Просто спасибо огромное, что они добавили эти лицензии. Потому что есть очень большое количество игроков, я уверен, как я, которые ценят это с Гран-Туризма ещё там давних. Потому что это реально... Ты смотри просто, как ему плохо. Ты смотри, что просто с ним делают. Да, красиво, вопросов нет. Но зачем мы на этом автомобиле? Вот просто любой другой здесь представить. Менее мощный даже. Здесь же 370 сил, насколько я помню. 3.3 турбо. Полный привод G70. Ну ему плохо, он не рассчитан, он не понимает, за что. Да за что с ним вообще так? Ладненько. Друзья, осилили не с первого раза. Это было реально понять сложно. То есть вот привыкнуть к машине, всё это сделать. Вот это уже интереснее. М3 Е92, друзья. Машина, которую действительно я очень давно хочу попробовать. Причём до конца не понимаю, на механике или всё-таки на ДКТ. Потому что и так, и так интересно. В8. Атмосфера. Да, было время, друзья, когда такой большой двигатель устанавливался в М3. И S65B40, собственно говоря, собственной персоной, и который звучит. Да, BMW когда-то звучали. И я очень, на самом деле, то есть у меня, да, кто-то скажет, и так тебе достаточно BMW, Санёк. Я соглашусь с вами отчасти, потому что... Подожди, я поворот не понимаю, что тут. А, ну тут, блядь, можно более агрессивно, конечно. Блядь, как же он стоит на дороге, в отличие от Генезиса. Просто небо и земля. Какая вообще разница колоссальная. Так, ладно, я пока просто привык к этой траектории. Да, тут можно на агрессии идти. Несмотря на то, что задний привод, 420 лошадиных сил. Очень хочу попробовать эту М-ку. Очень хочу. Не ездил ни разу вообще. И даже есть мысли... Грязь какая-то ебаная. Очень грязная. Мне вообще не нравится. Я понимаю, что я проехал быстрее, но это настолько затуп... Затупами какими-то. Что это такое? Это же грязь. Почти золото, но это грязь. Можно нормально это сделать, да? Если вы дожите. Стоп. А-а-а! Короче, даже были мысли. Просто сейчас эти машины, во-первых, очень дорого стоят. И становится обидно понимание, что можно было взять по нормальной цене, а сейчас как бы что-то не очень как-то... Вот это... Ну, я понимаю просто, что такое М-ка, и я понимаю, как с ней надо обращаться. Поэтому просто я привык трассить траекторию и проехал как бы вполне себе. Я надеюсь, что когда-то эта машина у меня будет. И я даже вот понимаю, что это может быть звучит странно, но как будто хочется, знаете, М3. Будет откровение. Я об этом даже на драйве нигде не говорил. Хочется себе зимнюю матрешку обновить. И я ее вижу в виде М3 Е92. Ну, понятно, что... Не в том плане обновить, что в таком же состоянии найти машину ужасном, да? Или что-то будет какая-то такая... Блюдушка. В том плане, что зимой весело кататься. Вот. Хотя машина, конечно, больше ассоциируется на такой мощности с чем-то летним. Но это ж я. Вот. Поэтому пока ищу, присматриваюсь и выскочу какой-то хороший вариант. Я бы зимой вообще в кайф бы погонял на ней. Как раз бы для себя понял эту М3. Так. А тем временем, друзья, мастер А8, R33 GTR. Ну, я, кстати... Можно сейчас попробую предположить? Я пока не понял. Там мокро что ли будет? Нет? Нет. Мне кажется, почему-то... Я не хочу сейчас раньше времени говорить. Но давай попробую... Попробую с первого раза пройти. Можно? Мне кажется... Мне кажется, это возможно. Так, вы, конечно, отчаянные, да? Ну, вряд ли. Ну, давайте, ладно. Запомнили, да, что я сейчас сказал? Сейчас в итоге для меня это будет самый... Как она рулится! Как он рулится! Я знаю эту трассу, но, видимо... Нет. Ну, нормально. Нормально. Серебро такое... Чистое серебро. Просто я уже потом понял, где я ошибся. Ну, слушай, ну, как-то, блин, сравнивать вот это с Генезисом, ну, это просто ни о чем. Блин, даже вот, пожалуйста, старый... Скайлайн? Ой, не-не-не-не. Я еще мысленно в Генезисе сижу, блядь! Тут машина, в принципе, за моим рулем следит и как бы понимает, что я хочу. Зачем я ее пытаюсь закинуть туда, как Генезис? Тут все вполне адекватно с этим автомобилем. У меня в голове просто... Не, ладно, подожди, я борщу сейчас. Сейчас. У меня сейчас. Я просто пересяду в другой автомобиль мозгами. Как бы, М3-ю мы сейчас отчелкнули слишком быстро, что я даже не понял, что мы на ней... Да, вот тут... Вот тут хитренький, хитренький. Ну, грязненько, но, в принципе, допустимо. Ну, то есть я уже, да, как бы привез там самому себе. Но я думаю, что это золото, да. Грязновато... А, не, не золото, кстати. Смотри-ка, это еще не тот самый идеал. Окей. Тогда понимаю. Просто, знаете, есть все равно здесь какие-то лицензии, где почему-то немножечко не проработано... Не проработан тот момент, что... Ты, как бы, когда понимаешь просто в целом, как проходить тот или иной поворот... А я там был поагрессивнее. А там мальчик, ну, прям поагрессивнее ехал. Смотри-ка. Не знаю, обгоню я там сам себя или примерно так же проеду. Нет, я обогнал даже. Вот туда. Просто еще раз повторюсь, есть почему-то лицензии, где ты должен просто понять, как проехать, и как ты только понимаешь, как проехать, сразу приезжаешь на золото. А есть где упор сделан скорее на суперчистоту прохождения, как, например, здесь. Сказал я и сделал хуйню. Полнейшую хуйню. Блядь, ну это как бы... Ну что это такое? Это будет золото, но это такое грязное золото, что, блядь, мне тошнит аж. Что это, блядь? Что это, блядь? Ну типа, ну, блядь, сколько там, на секунду быстрее проехать? Блядь, ну не знаю. Это... Давай теперь просто покажу, как на золото проехать более-менее хотя бы чисто. Ну что, ну кто так не ездит? Это просто на грани за секундами какая-то была погоня. Нормально полноприводный скайлайнблоком пускай вообще? Ну, типа, законная хуйня? Видимо, чистота, друзья, это не моё. Давай подожди сейчас просто ещё разочек. Я понимаю, что многие скажут, прошёл на золото, что ты опять повторяешь? Я объясню, потому что то, что я сейчас проехал, это грязь вонючая. Я не люблю вот эту вот грязь. Если ты хочешь проходить, то как бы да, там заебись, конечно, я шёл быстро, вопросов нет, но вот это как бы хотя бы чище, я думаю, это тоже золото. Типа 24 900 что-нибудь такое? Ну вот, вот так я доволен. Ну и то, смазанно, скажем так. Ладно, в целом не сложно. Не сложно, в отличие от того же Дженезиса, Генезиса, это было прям понятно максимально. Хорошо, хорошо, дальше. Следующий сценарий. Блять, почему? Какой сценарий? Ну, что это у меня снова-то, бля, прицепилось? Опять старушка, 911 Carrera RS 993, 95-й год, Tokyo Express. Я даже, кажется, понимаю, о чём пойдёт речь. О жёстком торможении. Так, давайте Для начала представлю, что Один коллекционер Поверил в меня и сказал Сань Прокатись, прокатись, Санек Просто прокатись Слушай, на самом деле, в целом-то все Я просто не знаю пока, что от меня требует Невозможного или возможного, подожди 32 секунды, поход невозможного И 32 секунды Ну знаешь, с первого раза, наверное, серебро тормозится В таких погодных условиях, в принципе Не так уж и стыдно Так, ладно, я думал, что тут будет посложнее Я думал, что мы будем с какой-то умопомрачительной скоростью оттормаживаться В целом тут более-менее все по-реальному И я думаю, мы сейчас должны справиться Неудобно лепесток щелкать, конечно Это я Да-да-да Да-да-да, это я Коллекционер здорово, блять Это я на твоем Порше раздаю Да, это я Да, немножко красиво, зато Зато красиво Зато красиво Вопросов ни у кого нет Это было прикольно Пустить этот Порш На секундочку В Гранд Туризмов, который Блять, трифт так себе реализован Реально, это единственный минус этой игры для меня И как бы Порш Ну, те, кто понимает вообще в целом, да Особенность заднемоторного автомобиля Те поймут, что сейчас я сотворил, можно сказать, невозможное, блять Так, а как его на внешку-то вытягивает Ну, опять же, видишь, вот эти потери времени Ну, типа такое себе, это не золото То есть я даже хуже проехал То есть мне, по сути, главное, словить зацеп на выходе То есть вроде я даже оттормаживаюсь Я даже вроде по траектории неплохо прохожу Сам поворот Скорее сейчас вот проблема с зацепом Тем более после того, как я немножечко сейчас пошалил и боком проехался Ну, как бы это Есть желание повторить еще А как бы не надо, потому что иначе Все же неплохо было Все же было неплохо с торможением Все было очень даже неплохо Зачем я начинаю баловаться? Мне по факту, кстати, нужно скинуть полсекунды Это до хрена То есть здесь идет расчет как раз-таки на Торможение Ну, зацеп, конечно, безусловно Потому что на нем Ты бы знал, как я педалирую сейчас Ты бы знал, как я сейчас педалировал Ну, можно это сделать быстрее Да 0,3 секунды теряются Друзья 0,3 секунды теряются Это сложный сценарий Он сам по себе, как понять его, не сложно То есть понятно, как себя ведет автомобиль Я не допускаю лишних движений Но тут именно идет история о том, что ты должен понять Что надо рисковать Но это должен быть оправданный риск Иначе, как бы, ничем хорошим это не закончится Я просто ради теста сейчас попробую проехаться здесь Блин, это пиздец Ну, я могу буксовать, я могу ехать, как бы, это Ну, это же не то будет Ну, это будет, блядь Ну, вот, пожалуйста Сейчас мы только что увидели в очередной раз Что такое Дрифт Это, конечно, красиво Особенно, когда получается Но Нерезультативно Поэтому Интересно они придумали Интересно Интересно Однозначно интересно Сейчас будем пробовать Сейчас будем пробовать найти Ну, блядь Блядь, еще четвертую не попал Ну, пиздец Ну, все Нет, золото, смотри-ка От скользячки далеко не уйдешь Как говорится Как говорится, от скользячки не уйти Так, ну что, друзья И финал Финал для этой главы АМГГТ Насколько я помню Собственно, персоны И какая-то, видимо, сложность Наверное, дождь А может быть и нет Сейчас узнаем Да? Я сдался экзамены Спасибо за допуск К главному экзамену А 10 Вижу 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 Придется попотеть А условия? Условия хорошие Ну, я-то думал Просто, знаешь После дождя Что-нибудь такое Как бы В ходе экзамена Вспомним все Да, то есть у нас Как бы Некая связка поворотов Давай пробовать Ну, ничего не хочу говорить Возможно, это очень сложно А возможно, здесь Тут вообще Гран-туризм в этом плане Непредсказуемо Итак, друзья Покрышки можно было И поинтереснее надеть Не, ну это не золото Уже будет Потому что я очень много ошибаюсь Я поворот вообще не понимаю Все, ну, учтем на будущее Бля, я вообще не понимаю Не, я То есть, смотри Если ты думаешь, что типа Не надо Ну, возможно, кто-то подумает Что Саня Что ты говоришь, что ты не знаешь Что ты ездил по этим трассам Я просто в моменте думать Вспоминаю Какой-то участок этой трассы Я не спорю, что я, может, ездил Вопрос, как бы Ездить и помнить Это разное Вообще не попадаю Блядь Я потому что думаю, что я вижу Вижу иное А тут, оказывается Вот, ну, надо проехаться Иначе, наверное, сейчас так и не пойму Да, интересно Блядь, ну я не знаю Пиздец Полный пиздец Как же размашисто я еду А можно я просто проехаться Несколько кругов И я пойму Ебать Как ужасно-то Как ужасно-то Да и К лучшему Я не хочу там видеть сейчас Бронзу Бронзу Понятно, что я проеду Подожди Тут реально Огромное количество поворотов Сейчас, давай Давай, давай С машиной все понятно Машина тоже такая Что не просит В случае чего Но мы ее особо-то и не Не пытаемся Не так прижимаюсь Видишь Для меня этот поворот Как будто Менее затяжной А на самом-то деле Он довольно затяжной Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас я выучу и все будет хорошо Вот он Как раз перепады Эти ебаные Сюда, блядь Не попадая Вообще Нихуя Фузи стар Он советует На вторую сбросить Если тут Ааа Он ебать хитровый Ебаный Да Это будет сложно Я не спорю Это будет сложно Вот казалось бы Да, разница Ну серебро понятно Но мне нужно скинуть Секунду И как будто Это мало Но это много Это много Причем я его должен Не скинуть В каком-то определенном повороте Я должен их поскидывать В каждом повороте Потому что Я так-то вроде еду То может быть и Терпимо, но Вот Уже попадаю Потому что Хотя бы Проехал Здесь не попал Вообще Вот этот Злоебучий поворот Тут нужно угадывать Где-то должен выходить Чтобы потом Ну то есть Понятно, что лучше Но мне кажется Это не золото Нет? Не может Игра так 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 Настолько Типа На халяву Да? Как бы Ко мне Еще, ребят Да Еще много Подожди Сейчас Я просто понимаю Сколько я ужасно еду Мне это не нравится Блядь Просто на эту машину Хотя бы Обули бы Что-нибудь получше Уже ситуация Была бы другой Не очень попал То есть Вот Мне в целом Понравилось Как я прошел Вот эти повороты Они реально были Пройдены неплохо А дальше Я немножко Начал Херней заниматься Ну сейчас Давай лучше Я больше раз Проедусь Вот сейчас Видишь Вот Я уже Я уже Себя догоняю Пиздец Я то так То сяк Блядь Не-не-не Вот этот Самый Наверное Сложный Для меня Последний Поворот Он Настолько Затяжной То есть Ты должен Уехать Потом на срез Пойти Ну сейчас Будем пробовать Сейчас нормально Я думаю Что это Проходимо Для меня Конечно Просто Нужно Сейчас Немножко Ну Меня прям Порадовало Как я прошел Эти Повороты В тот Раз Прямо Прям хорошо сам себе оценку ставлю типа по 10 балочки я проехал на 7 мне кажется ну потому что есть где можно сэкономить моем понимании это можно ну 47 с копейками точно можно проехать 47 не буду говорить но думаю что даже можно постараться потому что машина вполне если ты понимаешь да что она из себя представляет она лишнего как бы да и и сносит условного очень мощная заднеприводный принципе подвержена ты должен тапочки здесь постоянно регулировать да но можно ради интереса просто друзья думаю что никто не будет против просто попробую сейчас некоторые моменты попробую где-то пожестче где-то не так жестко как будто 48 выехать для меня было бы неплохо не попал сюда вот этот поворот точно точно можно сэкономить еще скажем так секундочки здорово ладно последний раз попробую просто чисто пацан на нггт приехал на rds выступать для меня очень понравился когда один раз прошел эту связку я пока ее так ах ты не дотянул меня машина прям помогла зайти в этот поворот я побоялся это было это сейчас была бы срезка очень полезная я прям понял что она мне отдает уже это и не воспользовался помощью от тачки блять не тут уже потеряно очень похоже на то прохождение какой то поздно а 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 вылет может быть на эту дугу просто нужно попасть не вытворяю откровенно я просто и последний поворот можно на корпус на на хуй а ты прикинь если учесть все ошибки еще там ну короче 48 себя превращался дом пару 57 раз я проехал бы 48 100 процентов тут как бы есть куда какой же кайф какой же кайф просто нереально спасибо что эти рецензии есть ну просто нереальное что-то пацаны спасибо спасибо ничего против не имею 730 лошадиных сил друзья мггт black series красиво красивый аппарат спасибо спасибо большое теперь вопрос что я там еще повыигровал и вопрос что нас ждет друзья в следующей серии ведь мы перейдем международным б и галло если выполнить свое упражнение выдумываем так и что там что там я за вас болею спасибо можно заглянем заглянем у какая экзотика тут нас ждет то заснеженные трассы на импрессе скоростные повороты ребята вот это нам дадут покататься вот это интересные аппараты нас ждут ну что давайте напоследок награда которую я заслужил за все эти лицензии за основной экзамен хух давай посмотрим так ну здесь какая-нибудь херня стопудово мелочь самая мелочь хотя нет даже мелочь с пружины дадут амортизатор и все на что пиздом 23 тысяч они стоят так вот этот вот вот это должно принести просто мне обогащение где оно есть золотые слитки хоть где то что это нахуя мне моторы блять они еще одинаковые ты чё гонишь что ли или нет не вам разные все равно что это нахуя мне это а а а это а широна блять а в натуре все миллион шестьсот чего его можно реально продать отдельно как запчасть все окей окей таких подарков мне никто не прикиньте самый оригинальный подарок вот один миллионер хочет подарить другому миллиардеру что-то не один миллиардер хочет миллионеру что-то подарить двигатель от широна ебать подарочек просто прикинь у тебя есть мотор от широна зачем он тебе правда нужен непонятно но он тебя есть друзья ну что от ваших лайкусиков зависит то как скоро будет следующая серия поэтому поддержите серию лайком подписывайтесь на канал если вы тут впервые не забывайте жмите колокольчик чтобы не пропускать следующие серии оставляйте ваши комментарии до новых встреч всем удачи и всем пока пока друзья